Занскар Я добралась до деревни Скиинг, в которой раньше не бывало. Это одно из самых удаленных мест в Занскаре. Почти пришли. Да. Сможем отдохнуть. Фильм Марьян Шо. Высота 4000 метров. Вот она, наконец. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Камера. А это? Это для записи звука. Запишет любой звук. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я понимаю. У меня еще зубы остались. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я запоминаю жесты. Слушиваюсь в слова. Какая хорошая работа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С разрешения Китуб, моей сверстницы, я буду жить у нее три месяца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Меня часто спрашивают, почему я выбрала Занскар. Единственное, что я могу ответить, это что я тоже с гор. Семья моего отца жила на ферме, разводила скот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АНГМА, положи ребенка. Положить? Опусти на землю. АНГМА! У Китуб трое детей. Ее дочери Тэнзин и Кунзанг ходят за ней повсюду и уже начинают помогать. Они похожи на мальчиков, но любят играть в дочки-матери со своим младшим братом Чагьялем, общим любимцем. Киту всю жизнь живет в Скиинге. Она не бывала нигде, кроме окрестных деревень. Говорит, что у нее нет времени. Да и зачем куда-то ехать? Здесь у нее есть все, что ей нужно. Киту. Китуб с мужем построили себе жилище рядом с домом ее родителей. Уже четыре поколения живут здесь вместе, выращивают урожай и пожинают плоды. Прабабушка Ригзин обдавила уже давно. Сначала она жила с дочерью, а потом стала помогать внучке Китуб. Она продолжает работать по дому, хоть и ослепла четыре года назад. В Занскаре уважают старость. Но это не причина, чтобы не работать. Китуб варит паба из ячменной муки, иногда с йогуртом или молочной сывороткой. Здесь это единственное блюдо. Фруктов и овощей нет, на такой высоте растет только ячмень. Нельзя так делать. Некрасиво. Уже пришли? Нет. Куда вы идете? Проводи меня, пожалуйста. Подойди ближе. Я не понимаю, где я. Куда вы идете? Никуда. Вам нужна эта шкура? Да, прикрыть поясницу. Буду косить траву. Я ничего не вижу. Нужен помощник. Совсем ничего не вижу. Куда я пойду? Ты побудешь со мной? Я пойду. Тебе лучше побыть дома. Я приду позже. Я поужинаю с вами, Китуб. Будешь ужинать с нами? Да, приходите. Хорошо, приду. До встречи. Кунзес, матери Китуб, интересно узнать о моей стране. Она спрашивает, косим ли мы тоже траву с серпом? И все ли мы фермеры? Я люблю с ней поговорить. Таматарги, ее муж, смеется. Говорит, ты дочь иностранка. У нас дочь иностранка. Почему ты не приехала в том году? Я жила в другом месте, в Карше. А почему не у нас? Про вас я тогда еще не знала. У нас народ получше, чем в Карше. Да, народ здесь хороший. Люди спокойные. Можно жить, как тебе нравится. В центре Занскара люди ходили в школу. Там они высокомерные. Здесь все одинаковые. Никто не ходил в школу. И чего ты к нам раньше не приезжала? Смотри, как здесь у нас красиво. Правда, красиво. С уборкой урожая закончим через два месяца и десять дней. А сколько у вас женщины кормят грудью? Обычно полгода. Ишь ты, какой хитренький. Не давай ему. Что, вкусно? Очень вкусно. Попробуй. Ты пила чанг с мужем? С мужем? Нет, мы почти не пьем спиртное. Я имею в виду, тебя выдали замуж в обмен на чанг? Нет, у нас во Франции так не делается. Каждый сам выбирает себе мужа или жену. Не родители. А твой муж хороший? Очень хороший. Работает? Да, много. А еду готовит? Да, очень хорошо готовит. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Красиво здесь, правда? Да, красиво. Лучше Скиинга деревни нет. Здесь всегда светит солнце. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, здесь хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как и другие мужчины деревни, муж Кунзес иногда уходит на несколько дней заработать немного денег погонщикам мулов, плотникам или маляром. И, как и другим женщинам, Кунзес приходится заниматься сбором урожая в одиночку. Сено для скота хранят прямо на крыше. На вид его много, но в действительности корма скоту едва хватает до весны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пойдем, пригоним овец. Овец и коз пасут все жители деревни по очереди. Если кто-то не может, их заменяют дети, и их тогда кормят. Маленькая Цифел часто ходит с отарой в горы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пасти овец легко или тяжело? Легко. Тебе нравится? Нет. Почему? Потому что тяжело. Все. Скучно, наверное. Да. Потому что все время одна? Да. Друзей никого нет. И чем ты занимаешься целый день? Смотрю за овцами. Хожу за ними. Вечером пригоняю обратно. Все равно скучно. А в школу-то не ходила? Нет. А хотела бы? Хотела бы. А когда ты начала пасти овец? Когда мне было 7 лет. Я была еще совсем маленькая. А сколько тебе сейчас? 13. А тебе? Мне 29. Ты что, шутишь? Нет, почему? А сколько мне, по-твоему? Не знаю. 31. Мне в этом году будет 30. 30. Что это за звук? Где? В небе. Это самолет. Ты летала на самолете? Да. Какая же? Понравилась? Очень. Все так хорошо видно. И деревню видно. И деревню, и горы. Все видно. А сколько стоит от лих до манали? Пять тысяч рупий. Дорого. Хотела бы попробовать? Да. Ты когда-нибудь была в других странах? Я сама из другой страны. Из Франции. Из Франции? А, да. А здесь тебе нравится? Здесь? Нравится. А тебе там? Тоже очень нравится. А какая деревня тебе больше всех нравится? Манали. Манали. Манали? Манали. Ты же там не была? Да, не была. Моя альпийская страна изменилась за три поколения. В Занскаре, скорее всего, это произойдет еще быстрее. Через 10 лет здесь пройдет автомобильная дорога с юга на север. По ней круглый год будут ездить машины с грузами, армейские грузовики и туристские автобусы. Знаешь, кто это? Понятия не имею. Так же, как и пастушка Цефел, дочери Китук не ходят в школу. До нее слишком далеко, и нужно помогать по дому. Налей себе еще чаю, Ангма. Спасибо, мне хватит. Съем еще печенье. Бери, я для тебя испекла. Спасибо, мне очень приятно. У тебя сейчас столько работы. Работа никогда не кончается. Работаешь, работаешь, а потом умрешь. Так и будешь работать, пока не умрешь. А потом родишься заново. Да, в зависимости от твоих дел и веры. Но точно никто не знает. Я даже писал я вообще, что я устаю. Я не могу. Это мой дом, а потом. Да, я не могу. Мне… Это так надо. Я не знаю, что я купил. Вот. Я не могу. Я. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ А, Ангма здесь? Да. Что, хочешь писать? Ангма, иди вперед, мы догоним. ПЕСНЯ А как называется твоя деревня? ПЕСНЯ ПЕСНЯ А соседи там ссорятся из-за земли? Иногда. Мы часто ссоримся. Во время урожая? Да, мы ссоримся из-за границ участков. И когда кто-то косит чужие посевы. В этом году много ссор было? Много. Даже драки были. ПЕСНЯ Да, самое главное. Нет, не горнется. Сейчас вы свои какие-то. Какая-то... Ну, что мы! Мы говорим, что ты урожаешь. ПЕСНЯ Тихонько! ПЕСНЯ МНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНОГНА ПЕСНЯ Епат Малышка Цефел, ты говоришь мне, что твоя мать на летних пастбищах вместе с остальными женщинами. А ты будешь здесь все лето присматривать за яками. А твой отец, спрашиваю я, он умер. Твои старшие сестры вышли замуж и живут в других деревнях. Твои братья учатся или работают в других местах. Ты говоришь, что твои дяди и тети помогали тебе собирать урожай ячменя, а теперь пора копать картошку. Ты говоришь, это будет быстро, ее не так много. Ты никогда не сдаешься. Ты как маленькая гусеница. Ты говоришь, что твои дяди и тети помогали тебе. Ты говоришь, что твои дяди и тети помогали тебе. Иди, открывай дверь. Благодаря пыль. Твои дяди и тети помогали тебе. Догоwedая пыль. Это тоже принято. Твои дяди и тети помогали тебе. Это был дяди и тети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Яков перегоняет с одного пастбища на другое, пока не выпадет снег. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она говорит, что свободна здесь, вдали от жилья и деревни, несмотря на то, что доет утром и вечером и делает масло и сыр. Здесь можно есть, что хочешь, спать когда хочешь и ни о чем не заботиться. Субтитры создавал DimaTorzok Хочешь молочной сыворотки? А вы будете? Да, тогда немножко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что случилось? Не знаю. Он заболел? Нет, он повесился. Такое горе. Нас не было дома. Он повесился дома? Да. Ужасно, верно? Это был ваш сын. Он ходил в школу в Рару. Лето в горах. Жизнь так прекрасна. Столько молока, йогурта, масла и сыра. Жить так хорошо. Мы стали как сестры. Да, как сестры. Ты будешь помнить? Да. У тебя старшая сестра иностранка. Старшая сестра Ангма. У меня младшая сестра в Занскаре. Младшая сестра Цефел. Я буду отдыхать. Еще один самолет. Сколько ковриков в самолете? Сколько чего? Ковриков. Сколько их там? А зачем? Чтобы сидеть. Там 150 сидений. 150? В одном? Такой большой? Он может долететь от Легдома Манале за один день? Может, за один час? За один час? Так быстро? А в нем не опасно? Нет. Нет. А ты бы испугалась? Я бы до смерти испугалась. Не долетела бы до Дели. Иди, я потом приду. Придешь? Да, будь там. Не долетела бы до смерти. Не долетела бы. Те-ченые? Да, долетела бы. Да. Решенок. Решенок. Те-ченок. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. КОНЕЦ КОНЕЦ Внучка хочет, чтобы я закончила это поле? Не знаю, она не сказала. Я еще не умерла. Что вы сказали? Я еще жива. Мать Чапел умерла. Говорю тебе, умерла. Кто? Старуха. Да, давно. Она была старше вас? Да, старше. На год старше. А сколько вам лет? 80. ГОНЕЦ Где моя овчина? ГОНЕЦ Вам холодно? Нет, трава колется. Я устала. Хочу спать. ГОНЕЦ 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 Все в мире бренно. Как капли замерзшей росы, возникающие от дыхания растений, исчезают под лучами солнца. В Занскаре любят буддистскую поговорку. Мы рождаемся, чтобы умереть, встречаемся, чтобы расстаться, имеем что-то, чтобы потом потерять. Все приходящее, если учесть, что так многое легче воспринимать. Вставай! Есть хочешь? Вставай! Мама. Блин. Мамо, я, мамо, я. О, бложи, бложи, мамо. Не, это не... Это не надо, мать. Не надо, я. Не надо, мать. Не, не, не. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok У тебя тоже так будет Скоро все выпадут, три волосина останется Во Франции люди скажут, что с тобой случилось, у тебя три волосина осталось Во Франции или во Франции? Во Франции Семь лет назад Китуб отправилась в соседнюю деревню погостить у тетки И там ее похитили шестеро мужчин Шесть крепких мужчин, которых послал ее будущий муж, как того требует традиция Свадьба состоялась на следующий день А через девять месяцев у нее родилась старшая дочь Танзин Китуб говорит, что ей повезло, что ее похитил Нарбу Он хороший муж Вот навела красоту Шучу, конечно Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ангма, помоги мне натянуть брезент Вот сюда Камнем придавить? Да, и забери там те два веника Это веник, да Весь развалился Субтитры создал DimaTorzok Тебе надо поесть как следует Тебе скоро ехать, путь далекий Отметай шелуху, а то совсем уже разучился Давай мети Что, не получается? Вот так Муж у меня как ребенок, даже такого сделать не может Похож на тебя, Ангма Вот такая у меня сварливая жена, Ангма Вечно на меня ругается И бьет, наверное, тоже А как же? Бедняжка На зиму не останусь здесь с ней Уйду Найдет себе другую жену Шума от нее слишком много Шума от нее Мне будет грустно, когда ты уедешь Буду скучать по тебе, плакать Думать, как тебе повезло, что ты уехала Тебе хорошо У тебя жизнь легкая А я одна Одной трудно Не надо об этом думать Почему? Говори себе, мне повезло А потом Ангма уехала, совсем одна А я остаюсь Мне повезло Ангма не везет Она уезжает Да Скоро уезжать Все будет хорошо Я буду узнавать о тебе От всех, кто живет по пути Бедненькая Тебе так далеко ехать одной Я у всех буду спрашивать Как у тебя дела У тех, кого ты встретишь по пути Они меня спросят А почему ты за нее так волнуешься? А я скажу А потому что Мы с ней Сестры Посвящается Мадлен и Ивон Моим бабушкам На русский язык фильм озвучен телекомпанией Видеофильм Моим бабушкам Редактор субтитров А.Семкин